Приветствую коллеги, с вами Александр, я обучаю торговлю на финанс рынке уже более 7 лет и разработал финансовую торговую систему на основе технического анализа, которая работает по формуле золотого сечения Fibonacci. Данная система помогает нам определить движение рынка и отлично находить торговые коридоры. И в сегодняшнем нашем обзоре мы с вами обсудим, что будет предстоит нас ждать на индексе доллара на текущую торговую неделю и также разберем, что будет дальше с биткоином. Какие условия должны быть выполнены, чтобы цена у нас достигла 80 тысяч долларов и больше. Так что сегодня обязательно подготовьтесь тому, что мы разберем очень интересные моменты и с вами обсудим, как предстоит сдать этих подтверждений. Вот, также если вы хотите посмотреть полную версию данного обзора, где мы соответствующие разобрали с моими подписчиками и индекс Доун Джонса, S&P 500, разобрали золото подробно, валютный пауэродоур японец, то обязательно переходите по ссылке в описании на мой YouTube канал и мы с вами, соответственно, вы сможете зайти в трансляции, которая у нас была в воскресенье и, соответственно, вы сможете получить больше точек ввода в рынок для заработка. Ну что же, давайте с вами перейдем к обзору индекса доллара. На прошлой неделе мы, соответственно, его разбирали на моем канале Freedom Control и, соответственно, мы предусматривали условия, давайте сейчас перейдем к ним, чтобы мы рассмотрели, как рынок четко у нас работает по тем условиям, которые мы с вами обсуждаем. В тот момент у нас цена, вот в наше воскресенье еще, находилась у нас в голубеньком таком нисходящем тренде. Цена мы предусматривали, если у нас пробьется горизонтальным 103.595, цена у нас дойдет до уровня 103.393. И, соответственно, у нас, смотрите, цена четко пробила у нас уровень сопротивления клина и использовала уровень сопротивления, чтобы от него скачать. И нижний отскок полностью дошел до нашего уровня сопротивления, который мы предусматривали, который у нас был предусмотрен еще на более старшем тайфрейме, на дневном красный пунктир. Вот, коллеги, теперь мы что должны предусматривать? Так как цена у нас подошла к уровню сопротивления, но покупатели не смогли его прорвать, да, ну вот это условие я сейчас предыдущее наше убираю, потому что оно идеально у нас реализовалось. Так что, кому оно помогло на прошлой неделе, обязательно сейчас ставьте большие пальцы вверх, и это для меня будет отличной поддержкой и мотивацией, чтобы дальше мы продолжали в том же направлении зарабатывать. Так, идем дальше. Сейчас я все уберу, чтобы нам не мешало. Теперь давайте сделать вывод, кто, может быть, недавно подключился к нам и следит за индексом доллара, который мы еще определяли еще с 22 года с сентября, даже еще раньше с февраля, с августа, то мы определили в свое время вот этот восходящий тренд на недельном. И сейчас мы видим, что цена у нас находится в восходящем тренде на долгосрок в приоритете на рост. Цена у нас отскочила от уровня поддержки, и сейчас вот как раз цена у нас столкнулась вот с этим уровнем сопротивления, который пока коррекционный ей не дает расти. В цене индекса доллара. Далее, если мы переходим вот на недельный график, у нас, соответственно, вот картина выглядит следующим образом. И помните, мы предусматривали, если цена у нас прорвет уровень 104.229, то у нас будет рост, и то к отметке 105.34. Первое условие у нас подтвердилось. Горизонтальный уровень пробился. Несомненно. Но у нас цена не смогла все еще пробить уровень, соответствующий сопротивлению красного пунктира. В связи с этим нужно дождаться подтверждения. Почему данное условие отлично будет отработано? Потому что, смотрите, ранее в прошлом, когда цена у нас росла в сентябре 23-го года, когда был пробой данного уровня 104.230, цена у нас после этого как раз достигала уровня 105.350 на округлим месте. И после его пробоя дополнительно мы уже шли к максимальным точкам 106.73. Это условие у нас также остается, как и раньше. Просто сейчас его поближе перемещу. Мы его нашли уже давненько и ждем его реализации. Вот, так что вот эти два коридора у нас вполне могут на следующей неделе показать себя, если доллар сможет выйти из красного нисходящего коридора. Далее. Сейчас я вот этот уберу, чтобы нам было легче теперь на него сфокусироваться. Далее, что мы можем еще сделать выводу? У нас цена все еще находится в данном диапазоне оранжевом. Вот, то есть смотрим, как рынок с ним раньше работал и как, соответственно, нам предусмотреть дальнейшее движение цены на предстоящую неделю. Если адекватно посмотреть на картину, сейчас рынок, по сути, находится в такой более неопределенности. А в прошлое воскресенье я утвердительно сказал, я вижу укрепление доллара в целях как раз то, что цена дойти до уровня сопротивления нам не хватало. И это у нас произошло. А вот сейчас, коллеги, ситуация очень интересная. Так как у нас формируется треугольник, то есть у нас, смотрите, вот у нас вот этот уровень сопротивления, его треугольника, например, на недельном графике. И у нас, соответственно, вот такая вот поддержка сейчас есть. Я думаю, то, что у нас на ближайшее время рынок вполне будет готов двигаться вниз. Но для этого нужно учитывать, что цена у нас может дойти до следующего варианта. Вот у нас, видите, цена, вот уровень поддержки. И цена, соответствующая, у нас еще не может его преодолеть. Когда у нас будет пробой данного уровня поддержки, я ориентируюсь это где-то хотя бы на 4-х часа на той фрейме, и пробой горизонтального уровня 103.81, в этом случае будет цель падения уже к отметке уровня поддержки оранжевого. Но я думаю, рынок попробует дойти до 103.390. Думаю, рынок попробует до него. Ну, даже 103.400 вполне вероятно, что цена пройдет расстояние. Около 400 пунктов движение будет. Это очень хорошее будет в свою очередь. Так что предусматриваем вот его. В случае, если цена у нас прорвет уже минимум 103.34, то предусматриваем продолжение падения и уровня поддержки, очень важно, коллеги, пунктирного. В случае пробития мы идем к следующему оранжевому коридорчику, то что рынок у нас будет двигаться. Так. Следующее ждем вот это движение. Ну и если будет динамика еще сильнее у нас на индексе доллара, прям продавцы будут очень сильно атаковать, то после уже пробоя у нас уровня поддержки пунктирного оранжевого мы предусматриваем дальнейшее движение вниз. Дополнительно я бы посмотрел бы пробой уровня вот минимума, который на рынке у нас был. Вот когда ты видел, как поддержка была сильная, не мог рынок ее преодолеть. То есть это 102.560. И в этом случае цена у нас будет уже идти в нисходящем тренде. То есть смотрите, вот сама логика какая была. Это у нас была коррекция на недельном графике, верно? И если цена у нас выйдет уже за рамки данных условий, то вполне мы будем рассматривать импульсное движение. Вот. Так что вот этот момент я предусматриваю. Для реализации более нижних коридоров, которые у нас вы видите на своем экране, то есть это 101, 390 и 100, 500, он будет, ну думаю, только мы в следующем воскресенье поговорим, если будет очень сильный медвежий рынок. Но так обязательно себе скриньте, перевисовывайте все обязательно себе, трендовайте коридоры, чтобы вы потом просто наблюдали у себя на своем графике и цена подошла к нему, чтобы зафиксировать прибыль, либо не входить в рынок, чтобы вам было максимально легче было понимать, в каком направлении дальнейшее стоит ждать движения рынка. Только тогда данные вот рекомендации, данные условия у нас будут отлично работать у нас всех. Так, ну вот. И теперь давайте поговорим про условия, если цена у нас все-таки, ну в принципе, прорвет это вот в этом случае. Вполне то, что может понедельник-завтра рынок открыться, то что при отскочить от этого уровня, да, например, попробовать снова дойти до отметки 104.229, потому что, видите, в прошлом цена к нему подходила, не могла его пробить. То есть вот этот вариант еще предусмотрим, но для роста все-таки нужен нам пробой уровня сопротивления. Думаю, на недельном уже стоит рассматривать уже дополнительный рост, это отметка 104.61, потому что у нас обновился максимум, да, например. Так что на дневном я бы ждал пробоя именно вот этого уровня, а на недельном это вот у нас уровень сопротивления, если пробивается красный пунктир, так и остается. На дневном я бы дождался бы 104.61, чтобы пораньше войти в рынок и держать позиции до отметки 105.35. В принципе, вот, коллеги, такая вот мысль. Думаю, это его сейчас мы и проработали. Так, ну что же, по индексу доллару подробно поговорили. Это биткоин, он, как мы уже знаем, нашумевший, то, что он у нас дошел почти что до 53 тысяч долларов. И мы с вами на позапрошлых эфирах обсуждали данный момент. И теперь смотрите, коллеги, я на недельном графике. Мы видим то, что у нас цена находилась еще в вот таком вот нисходящем тренде, который у нас был определен по нижним уровням поддержки. Здесь у нас подскоком. И как раз у нас сейчас цена в свое время подходила, когда к уровню сопротивления два раза. Это у нас было в январе, в начале января. И, соответствующий, у нас на прошлой неделе, в начале февраля, когда рынок у нас доходил и отскакивал от данного уровня сопротивления и останавливался в последний раз. Это подтверждает тот факт, что этот уровень сопротивления истинный. И мы обсуждали тот факт, что если у нас цена все-таки на неделю это время закроется за ним, это будет сильнейшим аргументом, то, что теперь цена переходит уже с нисходящего тренда на восходящий тренд. Но тем более, кто за мной следил еще в декабре 2022 года, когда мы проводили условия, когда биткоин будет у нас расти до 80 тысяч долларов, мы еще в тот момент, я вам говорю аргументы, почему рынок у нас будет расти. В тот момент у нас был пробит данный вот этот уровень сопротивления и цена у нас уже с этого момента начала двигаться на рост. Теперь мы преодолеваем последний уровень сопротивления, которые у нас с большей вариацией переходят в фазу восходящего тренда и биткоин, по сути, ничем не остановить. Да, конечно, предусматриваются у нас будут коррекции, но общая тенденция у нас будет бычая. И особенно, кто у нас находится в долгосрочных инвестициях, готов, соответственно, покупать альты на долгосрок, это очень хорошие перспективные условия. Далее. Если у нас, конечно, недельность сейчас закроется в таком положении, учитывая то, что мало ли сегодня что-то прям произойдет на рынке и буквально до закрытия торгового дня у нас биткоин обвалится очень сильно, там до позиции 40 тысяч долларов, то вот тут вопрос у нас будет, потому что там тело свечи не закроют за ним. Но, думаю, у нас аргументы в пользу роста очевидные, потому что, я думаю, сейчас все-таки закроется у нас в таком положении, в котором сейчас находится. И это будут аргументы, то, что цена у нас будет уже перспективно больше расти. Как и раньше, мы обсуждали это условие. В случае, если у нас пробивается уровень сопротивления и пробивается уровень 48 900, то это предыдущий максимум, который у нас был в начале января, то приоритет у нас дальнейшего роста до 57 500. Там, соответствующую, предусматриваем коррекцию. Почему предусматриваем коррекцию, коллеги? Я изучаю ситуацию, которая происходила ранее в истории. Смотрите, когда мы помним, 21 год, когда у нас биткоин очень хорошо рос, у нас цена здесь доходила как раз до вот этой цели на недельном графике и разворачивалась как раз, корректировалась. Это и есть аргумент, что данная ситуация у нас может снова повториться. Вот. И там, соответствующий, кто торгует как спекуляцией, то это будет лучший вариант для фиксации в этот момент прибыли. Так, далее. И, соответствующий, если у нас пробивается уже уровень 57 500, то есть я жду то, что рынок у нас попробует двигаться в рамках вот этого диапазона, как раньше. Видите, у нас вот здесь были пробои, и цена у нас доходила до 65 тысяч долларов. Вот. И предусматриваем вот здесь вот этот коридорчик, потому что в этом моменте рынок тоже будет готов фиксировать свою прибыль и корректироваться. Как это было, помните, у нас раньше в апреле рынок у нас упал вплоть до 28 тысяч долларов. И потом уже, найдя уровень поддержки для себя, чтобы дальше продолжать рост, в тот момент у нас он выглядел следующим образом. И, соответствующий, от него рынок уже уверенно начал двигаться наверх до нашей максимальной отметки 68 тысяч долларов. И, соответствующий, мы учитываем то, что когда у нас цена прорвет его 69 тысяч долларов, ждем роста в 80 тысяч долларов. При продолжении роста без достижения, например, у нас вот цена будет расти в восходящем тренде, вот наше сопротивление, если цена не дойдет до сопротивления, будет куда расти, 89 тысяч долларов мы также увидим. Данные уровни 80 тысяч, 89 тысяч долларов были определены, не то есть не просто поставили там наугад, а взяли по математической формуле золотого сечения Fibonacci. Кто не знает, это формула, которая была найдена в конце 13 века. Вот. И, соответствующие, кто еще не знаком с ней, обязательно напишите даже, что такое золотое сечение просто в интернете, но и также, конечно, приступайте к изучению, что такое уровень Fibonacci. На моем канале очень много разборов, как, соответственно, ими пользоваться во время трансляции, то, что можете обязательно изучить. Теперь смотрите, коллеги, долгосрочные условия мы подтверждаем и видим то, что в долгой сроке у биткоина все отлично. У нас есть вот такой еще восходящий тренд, синий. Его копируем и предусматриваем, то есть до какого момента еще рынок будет расти у нас с учетом сопротивления. Отскок я предусматриваю вот здесь, который на рынке когда-то был. И учитываем то, что рынок еще до него может у нас дойти, до зелененького, до синенького нашего упасть. То есть давайте еще раз покажу траекторию, которую мы раньше рассматривали на прошлой неделе. То есть это рост к сопротивлению, это уровень как раз 57500 и около 58000 долларов. Цена может навещать фиксирует прибыль и уже корректироваться до уровня поддержки в этой ситуации. То есть вот, коллеги, вот этот момент мы должны предусмотреть. Теперь далее. Переходим на более младший тайфрейм, чтобы определить краткосрочные условия на ближайшую торговую неделю. Так, соответственно, я вот этот убираю, который пробивной. Красненький я вот это ставлю, он у нас еще был найден на прошлых неделях, мы обсуждали этот рост. Так что пускай у нас он остается, пробой вот этот наш квадрат. Так, ну что же, смотреть, коллеги, у нас цена находится в данном восходящем тренде. Он у нас подтвержден, потому что рынок с ним взаимодействовал. Учитываем то, что теперь он у нас становится пошире. Но я учитываю всегда, как рынок может менять свой угол наклона. Например, вот сейчас плавный, он может стать более резкий, например, либо более еще. То есть поменять угол наклона в зависимости от ситуации на рынке. И здесь стоит предусмотреть то, что рынок у нас здесь формирует такие хорошие три отскока. Сейчас я вам покажу их, вот у нас, смотрите. То есть у нас раз отскок, два отскок, три отскок, вот эти верхние. Если учитываем то, что этот угол наклона сейчас может быть перспективным для всего рынка, а значит мы предусматриваем то, что рынок по мне может повторить историю и с ним взаимодействовать. И вот смотрите, если мы берем немножко основание, раз, и видим подтверждение у нас тени, два, то что рынок отскакивал, то это уже такой более истинный угол наклона. Потому что если у нас подтверждена информация, это еще, сейчас, смотрите, у меня тут немножко закрыто, подтверждена была информация 23 января, то это, соответственно, у нас и подтвердилось, как до какого момента рынок у нас рос. Так что вот этот сейчас очень актуальный вариант по красному восходящему тренду. Зеленый я сейчас убираю и сфокусируемся именно вот на таком варианте. Вот теперь я его сделаю, думаю, например, наоборот зеленым, чтобы мы понимали бычее такое настроение. Вот, и теперь смотрите, коллеги, так как цена находится у нас на сопротивлении, и мы видим то, что у нас рынок на 4-6 в этом времени уже начал свою коррекцию. Для определения, до какого момента рынок будет корректироваться, мы берем сетку Fibonacci от самого начала импульса до его завершения. У нас, в принципе, есть еще до какого момента падать, но за счет того, что сейчас очень большое объемистое движение в пользу покупок, в общем, покупатель сильно покупает, может цена у нас даже не дойти до уровня 23-6. Но пока цена у нас, сейчас перейдем на часовой таймфрейм. Пока у нас цена находится в рамках данного вот коридорчика. Сейчас я нарисую красный коррекционный коридор. То мы предусматриваем то, что рынок у нас еще будет падать. В этой ситуации, смотрите, коллеги, пока мы находимся в красном вот этом нисходящем коридоре, приоритет у нас на падение на часовом таймфрейме, на часовом, коллеги, не перепутайте. И, соответствующий, у нас вот этот большой восходящий тренд, его тоже обязательно предусматриваем. У нас, смотрите, вот когда он двигался, цена его пробила. То есть, у нас вот он произошел, пробой. И это такой звонок как раз на смену тренда на младших графиках. Ну, с учетом, если мы на неделю недавно только что были. Так что здесь ближайшая цель на следующую неделю. При продолжении движения в данном траектории, который вот у нас красный сформировался. Так, и предусматриваем то, что рынок у нас вот сюда будет двигаться. И цель ближайшая, это уровень 23.6 и 50 тысяч, ну, 400 примерно ориентируюсь, потому что все равно у нас еще готово будет снизиться. А теперь предусматриваем то, что рынок у нас любит демонстрировать следующую такую закономерность. Сейчас я вам покажу. Вот видите, у нас был пробит максимум. И рынок любит делать ретест, так называется. Когда цена пробивает какой-то сильный максимум, ну, либо минимум, то рынок любит возвращаться к этой цене, чтобы по более выгодной цене потом начать покупать. То я думаю, вот как раз у нас цена расположилась на уровне 38.2 Fibonacci, вот этого максимального уровня. А значит, цена приближаясь к уровню поддержки оранжевого, уровню 38.2 и уровень, который он раньше был, максимум, то рынок попробует к нему вернуться, чтобы от него найти более выгодную цель для покупок и начать рост. И предусматриваем вот это как раз траекторию движения уже к нашей основной цели. Ну, естественно, если у нас просто будут атаковать покупатели очень сильно, будет очень мощная динамика на графике, то предусматриваем, если на 4 часа у нас пробивается 52.885, вот предыдущий наш максимум, который был зафиксирован 15 февраля, то предусматриваем мощное продолжение роста уже к целям 57.500. Но учитываем то, что цена, приближаясь к уровню сопротивления, вот который сейчас вот мы сделаем, продолжить правую линию, и вот приближаясь к уровню сопротивления, предусматриваем коррекции, что рынок у нас может от них начать разворачиваться. Так что вот на ближайшее время биткоина все будет хорошо. Даже нет, я соврал. Не на ближайшее время, а учитывая то, что первые две недели будет все хорошо. Но коррекция вот эта, то, что я обсудил с вами, она предусматривается. То, что если вдруг будете видеть падение, то есть это еще такое заранее предусмотренное. В случае, если при каких условиях падение еще продолжится биткоина, это в случае, если у нас пробьется оранжий вот этот наша поддержка и горизонтальный уровень 48900. Если данные условия будут выполнены у нас, то предусматриваем то, что рынок у нас дальше будет падать к уровню поддержки и пересечению предыдущему красному сопротивлению недельному и соответствующему вот этому уровню поддержки зеленого. И предусматриваем то, что рынок у нас как раз от него и начнет уже двигаться в сторону ростного. Так, немножко я сейчас подкорректирую. Пропал у нас. Вот, и предусматриваем то, что цена у нас повторит ситуацию следующую. Движение раз, два, три. И отскок, соответственно, еще предусматриваем. Вот, и в случае, вот мы все рассмотрели на рост, я предусматриваю каждый вариант развития событий, чтобы мы были на готове. В случае, если у нас цена прорвет, вот у нас уже будет дальше двигаться вниз, если прорывается у нас 38,690, но это прям тоже как-то сильно было быть, то ждем цели, то что рынок потестирует у нас 36 и соответствующий ближайший уровень поддержки. То есть предусматриваем то, что цена у нас будет двигаться вот в таком вот у нас варианте. То есть у нас соответствующие предусматриваем более широкий синий диапазон. Так что пока, думаю, мы максимально подробно биткоин разобрали. Ну что ж, коллеги, при завершении нашего сегодняшнего обзора я хочу сказать всем большое спасибо, кто досмотрел до конца. Желаю вам всем отличного профита. Ставьте большие пальцы вверх по данной записью, чтобы посмотрело как можно больше зрителей. И также обязательно подписывайтесь на все мои социальные сети, потому что в каждой из них есть отличные инструменты, которые помогут вам лучше понимать рынок, ну и следить за финансовыми новостями и ситуациями на рынках. Ну что ж, коллеги, с вами был Александр. До встречи. Пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok